Визит делегации Ставропольского края в Брестский регион начался еще в минувшую субботу. Самолет приземлился ближе к полудню в аэропорту Бреста. Первым пунктом насыщенного графика стала официальная встреча с главой области Анатолием Лисом, открывая который губернатор Берестейского региона отметил, приезд представителей Ставропольского края в преддверии годовщины начала Великой Отечественной войны особенно символичен. Тем более, что в составе делегации присутствуют и ветераны, многие из которых участвовали в освобождении Беларуси. Этот год в целом символичный. Мы отметили 70 лет со дня победы в Великой Отечественной войне советского народа, нашей общей родины. Это вдвойне приятно. Поэтому давайте мы построим нашу встречу так, чтобы она была обоюдно полезной. И для вас, и для нас обсудим те вопросы, которые хотелось бы услышать, решить, может быть наметить планы. На будущее. Несмотря на то, что свой визит члена делегации Ставропольского края во главе с губернатором Владимиром Владимировым отождествляли скорее с патриотической миссией, трагическая дата и тяжелые сороковые объединили и сплотили два народа. Однако вопросы экономического сотрудничества руководители регионов не оставили в стороне. Сельское хозяйство в приоритете. Беларусь как аграрная страна может во многом стать надежным партнером для Ставрополья. Машиностроение отечественная сельхозтехника подкупает не только качеством выполнения работ, но и довольно демократичной стоимостью. Кроме того, актуальными остаются вопросы внедрения новых технологий переработки сельскохозяйственной продукции, развития легкой промышленности. Несмотря на то, что за последние десятилетия товарооборот между Ставропольем и Беларусью удвоился и составил в прошлом году порядка 120 миллионов долларов, потенциал торгово-экономического взаимодействия, по мнению двух сторон, полностью не использован. Потенциал машиностроительной Беларуси, потенциал палеологических курортов Ставрополя, потенциал сельского хозяйства и взаимного обина технологий в переработке сельского хозяйства не используем. Знаете, мне кажется, вот именно для того, чтобы этот потенциал использовать, вот такие встречи нам и нужны. Нужен взаимный обмен достижениями, проблемами, поиск решений, потому что, ну, давайте там честно, если мы сами себе не поможем, никто нам не поможет. Вопросы промышленного производства, свободная экономическая зона, новое направление развития, это все очень интересно, поэтому, я думаю, вот эта плодотворная работа, которая будет на протяжении трех дней, у нас она даст эффект как для нас, так и для Ставрополя. Уже в воскресенье члены делегации Ставропольского края приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине начала Великой Отечественной войны, в которой два исторически близких народа разделили непростую судьбу и горечь утрат. Сегодня, когда значение событий трагических 40-х и историческую важность победы пытаются умолить, так важно сохранять духовное единство, которое особенно ощущается во время митингов в Брестской крепости, где остро осознается смысл слов «Никто не забыт, ничто не забыто». Никто не забыт и ничто не забыто. И вот это, наверное, основное впечатление. Конечно же, реалии сегодняшнего дня накладывают отпечаток и на сегодняшний день. То есть это попытка переписать историю, попытка разорвать страны, разорвать народы, разорвать нашу веру. Я думаю, что то, что сегодня происходит здесь на Брестской земле, на земле Беларуси, это очень правильный ответ на все эти попытки, потому что мы точно ничто не забываем и мы точно ничего не прощаем. Уже в понедельник в рамках торгово-кооперационной биржи Брест-Ставрополье за столом переговоров встретились берестейские и ставропольские представители бизнес-сообществ. И это не случайно. В феврале 2015-го во время визита в российский регион представители Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты был подписан договор о сотрудничестве с Краевой торгово-промышленной палатой Ставрополье. Нормативная база закреплена. Поэтому бизнес-встреча должна дать новый виток для более тесного взаимодействия, фундамент которой уже заложен. В первую очередь хочется, чтобы наши торгово-промышленные палаты нашли какие-то, как вы правильно сказали, точки соприкосновения, потому что сразу что-то определить и выйти на конкретику нам будет весьма сложно. Но поскольку это уже второй визит, это уже более приземленный, я думаю, что у нас будет не только точки соприкосновения, но и конкретная работа. Десять руководителей крупных ставропольских предприятий, которые имеют огромный интерес к налаживанию сотрудничества с фирмами Брестской области, обсуждали возможные формы развития взаимоотношений. В число потенциальных партнеров вошли такие ведущие предприятия региона, как Брестский мусороперерабатывающий завод, Брестский и Пинский мясокомбинаты «Брестмаш». Кроме того, открытым остается вопрос сотрудничества в рамках туризма. Возможно, совсем скоро между курортами Ставрополья и Брестом появится авиасообщение. Диалог приобретает предметный характер. Это дает основания говорить, что новые контракты и новые проекты не заставят себя долго ждать. Сельское хозяйство – это наша здравница, которой мы гордимся. Я думаю, что предложение, которое сегодня прозвучало, мы проводим форумы по развитию как раз санаторно-курортного лечения. У нас есть большая база научная, есть исследования, как влияет вода, экология, в общем-то, на здоровье населения. Мы готовы этим делиться. В общем-то, хотели бы посмотреть опыт, который есть сегодня в республике. Ну и наша промышленность. У нас есть крупные предприятия промышленные, которые поставляют удобрения, поставляют пластмассы, поставляют электросчетчики, поставляют сапфиры на мировой рынок. У нас предприятие есть, которое занимает 70% российского рынка по аэрозолям, которое поставляет в Украину, в Белоруссию, поставляла свою продукцию, ну и, в общем-то, в другие страны. Поэтому у нас есть где установить еще больше взаимовыгодные торговые отношения. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дор Бакунович, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, Бухтв.